Добрый вечер, уважаемые коллеги и уважаемые пациенты. Разрешите представить вашему вниманию доклад, который называется «Саморегуляция для онкологических пациентов». Дело в том, что саморегуляция может быть использована не только онкологическими пациентами, а вообще какими угодно пациентами и не пациентами в том числе. Саморегуляция – это целенаправленные действия по стабилизации внутреннего эмоционального состояния, и мышечного расслабления или мышечной активации. По сути дела, она представляет собой некий комплекс, который необходимо выработать, и комплекс этот связан с конкретной эмоцией и мышечным напряжением. Саморегуляция состоит из нескольких этапов, которые я провожу, приходя к пациенту. Во-первых, это релаксация. Во-вторых, определение комплекса эмоций и мышечное напряжение. Релаксация представляет собой общее расслабление мышц. Затем мы проводим несколько манипуляций для вызова определенного типа эмоционального переживания. И смотрим, какая группа мышц напряжена. Затем подбираем определенный комплекс упражнений для того, чтобы расслабить эту группу мышц. Дело в том, что есть связь между определенными эмоциями и напряжением различных групп мышц. Это очень индивидуально, поэтому на группу это сделать будет трудно. Например, если человек испытывает страх, то у одного человека будут напрягаться области, связанные с шеей, мышцей, поднимающей лопатку. То есть человек вжимает голову в плечи. У кого-то, наоборот, будет напрягаться область малого таза. Это из тех, кто поджимает хвост. Условно говоря, конечно. Также есть группа людей, у которых могут напрягаться икроножные мышцы и мышцы кистей рук. То есть это люди, которые предпочитают убегать. Причем убегать на всех четырех конечностях. И в зависимости от того, какая группа мышц напряжена, то мы и будем расслаблять и вырабатывать навык для самостоятельного расслабления в момент возникновения какого-либо страха или тревоги. Если это делать довольно часто, ну так скажем, два-три раза в день, то в течение месяца можно выработать у себя этот навык и саморегулировать свое эмоциональное состояние. Перед тем, как выработать этот комплекс, необходимо провести релаксацию. Она бывает различных видов и зависит от того, какие есть у человека проблемы. Например, если это пациент возрастной или страдающий атеросклерозом, то это будет один вид релаксации. Если это молодой пациент, то это другой вид релаксации. То есть все очень индивидуально. Вот здесь на слайде перечислены основные этапы, которые вы можете провести самостоятельно. Единственный момент, вернее два момента, на которые здесь важно обратить особенное внимание. Во-первых, это тип релаксации, который лучше, чтобы вам подобрал специалист. Но вы можете попробовать и сами. Во-первых, это напряжение и расслабление мышц. К примеру, если в какой-либо области мышечной вы не можете почувствовать ощущение именно расслабления и прилива туда крови, то сначала эту область надо напрячь, для того, чтобы у организма возникло ощущение контраста между напряжением и расслаблением. Также можно вызывать у себя различные ощущения тепла, тяжести или легкости. Вот важным моментом здесь является то, что нельзя вызывать у себя ощущение тяжести в области головы и шеи. То есть здесь надо вызывать ощущение легкости, даже вне зависимости от того, что, допустим, ощущение тяжести вызвать легче, проще. Так, и еще один момент, выбор упражнений по растяжению мышечного волокна. Он должен быть, конечно, согласован с врачом ЛФК, особенно если вы в послеоперационном периоде. Так как мы работаем совместно с врачом ЛФК, и если есть сомнения у меня по поводу того, возможно или невозможно те или иные упражнения, то, естественно, мы обращаемся за консультацией. Продолжение следует...